Всем привет! Это Рубинка Спортэксперт, с вами Крастили Фроман. Сегодня мы в Солнечном и будем заниматься настольным теннисом. Говорить о настольном теннисе мы будем с главным тренером сборных команд Красноярского края Владимиром Яроновым. Здравствуйте! Скажите, что такое настольный теннис и чем он отличается от пинг-понга, которым обычно обыватели считают настольный теннис? Настольный теннис, прежде всего, это олимпийский вид спорта. Пинг-понг не является олимпийским видом спорта. В этом их самая большая разница, самое большое отличие. Есть еще разные правила. Пинг-понги это другой инвентарь с другой поверхностью сторон, получается, накладок. Они более идут шершавые и получается наждачного такого покрытия. Какие навыки развивает теннис? Что должен знать родитель, который думает о том, куда своего ребенка направить? Потому что есть такое мнение, что настольный теннис примерно такой же спортивный вид, как шахматы, что вроде как там штангу поднимать не надо, бегать далеко не надо. Более простой, безопасный, физических усилий даже особо не требует. Если брать любительский спорт, то оно так и действительно есть. Самое главное массовость и доступность. Если мы говорим уже о профессиональной деятельности, там уже будет другой подход. С планом соревнований и с планом тренировок и так далее. Соответственно, какие качества развивают? Нужно ли заниматься? Нужно однозначно, потому что кардионагрузка идет правильная, более спокойная, никаких нет надрывов. Также развивает зрение, скорость реакции, скорость принятия решений, что тоже очень важно. Ловкость, координация, наверное. Ловкость, координация, конечно. Я бы предложил тогда сыграть настольный теннис, опробовать этот стол. Но перед этим давайте обсудим, как правильно все-таки держать ракетку. Есть два правильных хвата. Их всего два. Это азиатская хватка. Это получается, мы указательным большим пальцем обхватываем здесь, тремя пальцами здесь. В азиатском стиле хватки, вот до моих пальцев, только вот эта вот игровая поверхность, резина идет, остальное идет деревяшка. И европейский хват, он стандартный у нас обхватываем, получается, теми же двумя пальцами, указательным большим пальцем. Вот таким образом. И тремя пальцами обхватываем. У нас как учат? Вот так? Европейский. Европейский хват. Это была Рубенка Спортэксперт. Занимайтесь настольным теннисом.